Это Никита, ему 23 года. Раньше Никита был жизнерадостным, общительным парнем. Его друзья считали, что он экстраверт, он мог завести знакомство. Друзей у него было очень много. Никита мечтал после школы пойти учиться на психолога, но эти планы разрушил несчастный случай. Я в это время была у родственников, возвращалась домой, позвонили соседи, рассказывали о том, что мой сын лежит на траве. Когда его обнаружили, он был в сознании, потом реанимация, 21 день, интенсивная терапия. Никто не знает, что произошло в тот день и как Никита выпал из окна 10 этажа. Из-за полученных травм парень потерял возможность говорить и двигаться. Врачи оценивают минимальное сознание, но мы видим, что это больше, чем минимальное. Тем не менее, вот на сегодняшний день мы за него все делаем сами. С нашей помощью он передвигается, с нашей помощью он занимается на тренажерах. Никита дышит через трахиостому, специальную трубку в горле, а питается через гастростому, трубку в животе. Он, конечно, любил сладкое, но своим идеальным завтраком всегда считал блинчики с творогом. Очень надеемся, что он будет, он останет тот период, когда Никита сможет питаться сам. Чтобы Никита восстанавливался и хорошо себя чувствовал, необходимо много медицинского оборудования. Все это стоит очень дорого, и родители парня обратились за помощью в фонд «Дом с маяком». Нас готовили, обеспечивали, чтобы было все необходимое. Собственно, все, что связано с дыханием, с кормлением. Врачи не дают прогнозов, но Никита делает небольшие успехи. Знаете, вот, несмотря на то, что уже 7 лет прошло с момента травмы, да, друзья его все равно не ищают. Учитывая возраст, учитывая изменения в их там, да, жизни, это, конечно, ну, дорого стоит. Для нас мы всегда очень ждем, всегда очень рады. Хотите помочь Никите Снеховскому? Отправьте в фонд «Дом с маяком» смс на номер 12-00 суммой пожертвования, например, «Маяк-500». И не забудьте ответить на смс-подтверждение, иначе ваша помощь не дойдет.